Кто из китайцев скопировал новый Defender лучше всего? Собрали список из семи автомобилей от разных производителей, в котором есть даже производитель пылесосов. Досмотрите видео до конца и напишите в комментариях, чья копия, на ваш взгляд, похожа на оригинал больше всего. Вы наверняка видели Сцзян Лин Мотор Холдинг, которая наглейшим образом скопировала дизайн Рейндж Ровер Ивок в своей модели Landwind X7. С того момента прошло почти 10 лет и китайцы перестали копировать дизайн автомобилей один в один. Тем более, что с новым Defender такое делать не обязательно. Его внешность получилась настолько выразительной, что достаточно переработать несколько элементов и получится узнаваемый дизайн, до которого не докопаться с точки зрения правоинтеллектуальной собственности. Ну а теперь перейдем к списку китайских клонов. Будем идти от самой непохожей модели к самой похожей. По какому принципу мы распределяли места, рассказали в описании. Седьмое место. DePaul G318. DePaul, он же Shen Lan, дочерние бренды компании Чинган, которые выпускают электрички. Пятиметровый кроссовер с названием G318 обладает брутальным внедорожным дизайном и необычно дружелюбной мордой. Явного копирования в этом случае нет, но общий вайп-деф однозначно присутствует. Так что это скорее сочинение на тему, нежели списывание. Кстати, еще это творение напоминает нашу Нива Тревел. Шестое место. Function Bauer Leopard 5. Серьезный во внедорожном плане аппарат от компании BYD, которая выпускает его под маркой Function Bauer. Этот бренд ориентирован на премиальные внедорожники с расширенными возможностями как на асфальте, так и за его пределами. Например, у этой модели заявлены 687 гибридных лошадиных сил, рама и три блокировки. Обзор на Leopard 5 можно посмотреть по ссылке в правом верхнем углу или в описании. Что касается подражанию Defender, то здесь самый явный элемент – характерное остекление с заглушкой в цвет кузова в задней части. Остальные детали в разной степени также отсылают к модели Land Rover. Интересный факт. Недавно этот Leopard установил рекорд Гиннеса по высоте, на которую когда-либо взбирались подключаемые гибриды, взяв перевал высотой почти 6 километров над уровнем моря в Гималаях. Пятое место. BYD Yingwang U8. Огромный люксовый хай-тек-внедорожник за более чем 20 миллионов рублей. Автомобиль умеет не только исполнять танковый разворот и двигаться крабом, но и плавать без каких-либо доработок. Быстрый взгляд на автомобиль не оставляет сомнений в том, чем вдохновлялись его дизайнеры. Кстати, у оригинальной модели Land Rover Defender тоже есть исполинский вариант. С кузовом длиной 5,3 метра и колесной базой 3 метра с индексом 130. Базовая пятидверка обозначается 110, а короткая трехдверка – 90. Четвертое место. G-Tour T2. Пожалуй, одна из самых интересных интерпретаций. Отсылка к Def'у явно видна. И в тупом копировании модели не обвинишь. G-Tour вдохновились Land Rover'ом и действительно творчески его переработали. Кстати, дизайнер-китайца раньше работал в Porsche. T2 представляет собой кроссовер с несущим кузовом, с независимыми подвесками, улучшенной геометрией и продвинутыми алгоритмами работы силовой установки для преодоления сложных участков. Стоит добавить в этот перечень пневмоподвеску и будет почти Defender актуального поколения. Третье место. iCar 03. iCar – это одна из дочерних марок корпорации Chirri, созданная для выпуска электромобилей. А кроссовер – 03 дебютная модель этого бренда, которая представляет собой компактный кроссовер длиной менее 4,5 метров. Похожим на Def его делают пропорции кузова и форма многих поверхностей. Кстати, если верить новостным изданиям, то велика вероятность, что этот автомобиль можно будет купить в России под именем JQJ6. Второе место. Потенциальный хит российского рынка и полноценная замена народно любимому Prado. Havail H9. Клиренс – 224 мм. Рама – все блокировки. Дизельный двигатель. И все это в привлекательном дизайне. Здесь есть практически все дизайнерские фишки Defender. Не хватает только воздуховодов в передних крыльях. Интересно, что морда нового H9 немного напоминает старый Def за счет особого сопряжения капота и крыльев, а также дизайна решетки и фар. Havail уже давно балуется заимствованием отдельных элементов дизайна Land Rover, вплоть до вольного логотипа с характерным шрифтом на задней двери. Например, такой есть у младшего Darga. Первое место. Polarstone 01. В 2021 году китайский предприниматель Чжангзинь, основатель компании по производству пылесосов Roborock при поддержке Xiaomi, инвестировал в стартап Rocks Motors, которые разработали кроссовер Polarstone 01. Дизайнеры бренда решили, что если фары и фонари не скопированы, то все остальное можно срисовывать почти под копирку. Вплоть до дизайна колесных дисков. И получилось то, чем мог бы стать новый Defender, если бы англичане перевели его в класс кроссоверов и накинули бы фары от нового Lexus GX. Конструктивно, Polarstone это обычный гибридный премиум кроссовер в стиле Li-L9, дополненный слегка расширенными экспедиционными качествами. Вот таким получился список на наш взгляд. А вы напишите свое мнение, кто больше всего похож на Defender. И напоследок, в этом ролике мы намеренно не говорили про интерьеры. Во-первых, на основное визуальное впечатление от автомобиля салон не влияет, так как он просто не виден снаружи. А во-вторых, интерьер того же Defender, хоть и соткан из множества оригинальных деталей, но даже близко не обладает столь же яркой харизмой, как его наружный дизайн. Если заглянуть внутрь всех автомобилей из этого рейтинга, то их интерьеры едва ли можно будет отличить друг от друга. За исключением, разве что Young One Q8. На этом все. Подписывайтесь на Fresh Marketplace, чтобы знать об автомобилях больше.